Сначала я бы хотел сказать, что наш проект напоминает мне очень эту историю о маленькой птичке, который яйца океана забрал. Знаете, вот эту историю из описания, что бушующий океан забрал яйца, которые она отложила, и она пригрозила океану, что она будет из него пить, пока его не осушит. И он рассмеялся ей в лицо и сказал, птичка, иди своей дорогой. Но она начала пить по чуть-чуть, и когда об этой истории узнал Гаруда, он прилетел и сказал океану, что эта решимость, она сильнее, чем ты, я помогу этой птичке, отдай яйца немедленно назад, иначе я не сушу тебя. И тогда океан согласился. Вот похоже, что наш проект и наша команда проекта «Пищи жизни», она напоминает эту маленькую птичку, которая пригрозила Майе маленьким кулачком и сказала, мы тебя победим. Но Майя рассмеялась нам в лицо и сказала, ну попробуйте. Вот. По поводу того, что, как бы авторитетности того, что мы делаем, Трилхрам Асамья Махараджа дал благословение мне заниматься этим проектом и развивать его. И мы также получили благословение старших, и недавно мы получили благословение Камалаканхи, пробу в Киеве, который занимается пищей жизнью. И отчет о Пиеве дал свои благословения на то, чтобы мы развивали дальше пищи жизни по Украине. Поэтому все очень авторитетно. Это важно. Значит, всего 48 месяцев наша банда существует. У нас за все время в проекте участвовало около 100 волонтеров. Я точно сказать не могу, но 60 плюс человек есть сейчас у нас в нашем чате, который мы организовали, создали для того, чтобы вести коммуникацию по проекту. Не менее еще 30-40 человек, которые постоянно приходят, уходят из определенной ротации. Это разные люди. Около 30 человек, которые повторяют мантру Харикришна, которые приходят сюда постоянно на программы, которые читают книги Прабхупаты, изучают книги Прабхупаты. То есть это практикующие люди. А остальные, 70 плюс людей, это просто волонтеры разной мотивации, разного уровня сознания. Но они все знают о том, что это проект СКОН, что это последователи Шилы Прабхупаты. Во время раздачи на улице мы все раздаем на одном и там же самом месте, возле старого кинотеатра «Дзвин». Это памятник Степана Бендер. Если вы знаете, за памятником там есть старый кинотеатр. Из-за этого кинотеатра мы каждую субботу раздаем. И у нас всегда при раздаче играет Киртан Шилы Прабхупаты. Достаточно громко, чтобы услышали все. То есть там стоит колонка. И когда люди подходят, это определенный конвейер, люди подходят, берут пищу, они всегда слышат Киртан Шилы Прабхупаты. С самого начала и до сегодняшнего дня так было и всегда будет. Мы за этим будем следить обязательно. Значит, за 48 месяцев мы провели более 200 благотворительных акций. То есть это благотворительная акция, это определенного рода организация, которая на протяжении недели, то есть это закупка продуктов, это меню, это организация, кто будет, кто придет, кто будет чем заниматься. То есть это разные, как бы в разное время разные люди приходят в нужный момент. Ну то есть это сложно, это реально сложно. И как бы есть Маджи Наташа, которая сейчас полностью взяла на себя организационный вопрос. Олег Прабхупа, который постоянно занимается этими меню, этими покупками продуктов. Руслан Чавус Прабхупа, который уже 4 года занимается закупкой постоянно. То есть это люди, которые служат каждую субботу, ну то есть в разные дни, да, они служат постоянно и они всегда, как бы, полностью отдаются этому. И благодаря им в основном это все существует, и это все это время. Я посчитал, что мы приготовили, за эти 48 месяцев мы приготовили более 20 тысяч литров просады. То есть сейчас каждую субботу готовится 240 литров. То есть преданные приходят каждую субботу, там определенная ротация, то есть они тоже каждый договариваются. И создается команда, то есть в пятницу вечером уже понятно, какая команда будет, кто будет готовить, то есть у нас есть повара, 4 повара, которые повторяют Харе Кришны, которые вычитывают мантру перед тем, как прийти на кухню. То есть повара, это чисто, ну это преданные 100%. Те, кто помогают на кухне, это приходят друзья преданных, которых мы очень хорошо знаем, которые тоже повторяют, тоже читают. И на раздаче у нас участвуют только, ну приходят волонтеры, которые, может быть, даже не практикуют, но они просто помогают нам в раздаче. Это тоже авторитетно. Восстану Павлуцкий тоже одобрил такой вариант, что волонтеры могут приходить и помогать раздавать пищу, это как бы нормально. Вот, и преданные, значит, с 10 утра и до 2 часов дня они готовят 200-240 литров, и когда мы приезжаем 4 часа на место раздачи, то нас там ждет от 60 плюс людей, как бы, это люди, которые уже давно нас знают. Это в основном люди пожилого возраста, пенсионеры, там, инвалиды, люди, у которых сложности там с психикой, просто пьячуги какие-то, бродяги, бездомные. То есть это разного такого вот характера люди. Вот, и есть даже преданный, который, он тоже повторяет мантру, изучает книги, он занимается организацией и порядком. То есть он восстанавливает, выставляет их сейчас во время карантина, выставляет их на определенной дистанции, следит за порядком, чтобы через каждые полтора метра они стояли, они стоят в маске, они получают свой номерочек в очереди даже. И то есть это все происходит максимально аккуратно, максимально в порядке, то есть там нету у кого-то скандала или что-то, или там толпы или чего-то. То есть мы абсолютно находимся в рамках карантина, мы раздаем всегда в перчатках, в масках, мы готовим тоже в масках. То есть мы соблюдаем все правила гигиены и чистоты, насколько это возможно. То есть максимальную благость поддерживаем. Всегда убираем за собой мусор и всегда спросим всех собирать мусор. И мы всегда получаем благословение и одобрение тех людей, которые приходят и получают просад. Они поддерживают много, они, во-первых, поддерживают нас, они дают благословение участникам постоянно. И они, когда слышат мантру, они говорят, что очень классная музыка, им нравится. Они хотят часто прийти на программу, они говорят, где ваша церковь, мы хотим к вам прийти. То есть, ну, обычно мы им не рассказываем, конечно, потому что если мы здесь точно приходим, то как бы будет. Ну, в общем, людям очень нравится просад, они очень довольны. И большая часть людей, которые к нам приходят, это одни и те же люди, которых мы уже на протяжении четырех лет видим. И они все, как бы, уже знают лицо, и мы знаем их, как бы. То есть это, как бы, наша постоянная точка. И поэтому они понимают, что... То есть большинство тех, кто к нам приходит, они понимают, что это все Кришнаид, это Харе Кришна. Хотя мы об этом никогда не пишем и никому не проповедуем, потому что, ну, как мы начинали, то есть наша команда, в общем-то, у нас не было никакой квалификации, мы не инициированы и преданы, у нас нет никаких особых благословений или каких-то умений. Мы не умеем там ни то, ни другое, ни третье, мы не умели готовить, как бы, но просто мы хотели, как бы, что-то сделать, дошли пропады, и мы до сих пор стараемся. И если вы, как бы, если старшие преданные возьмутся за нас и сделают из нас людей, мы будем счастливы. То есть если вы приходите, пожалуйста, на кухню, учите нас готовить, учите нас играть на мирных инструментах, мы серьёзные, мы хотим дальше развиваться в сознании Кришны. Нам очень нужна поддержка и ваше участие, потому что когда мы видим, когда старшие преданные приходят на кухню и помогают нам, нас это очень отушевляет и заряжает, как бы, мы тогда знаем, что мы, как бы, не чужие, что мы свои, как бы, что мы вместе и что мы вместе служим. За 12 месяцев, то есть за 48 месяцев мы раздали, таким образом, более 12 тысяч порций просада. И собрали, то есть для того, чтобы приготовить 12 тысяч порций, вы же понимаете, нужны, как бы, какие-то лакшми. И за это время мы собрали более 250 тысяч гривен. То есть на четверть миллиона гривен мы собрали просто в интернете среди наших друзей и знакомых. То есть это не преданные жертвы, в основном. Это жертвы, в основном, люди, которые, наши друзья, которые знакомые, у которых есть какое-то уже к нам доверие. То есть в основном это кормить, да, те люди, которые нас наблюдают в интернете, они смотрят за нами и они с удовольствием жертвуют деньги там. То есть нам приходят на счёт суммы там тысяча гривен, две с половиной тысячи гривен, просто на ровном месте, просто это предприниматели, которые знают о нашей деятельности, которые знают нас лично, они нам доверяют. Например, у нас есть очень хорошие наши друзья, друзья преданных, они знают о преданных, они были здесь в храме, они изучали что-то, книги какие-то. Я не знаю, повторяю ли они или нет, но в РГУ сейчас депутат Верховной Рады, Матаджик просто помогает ему, поддерживает его, они предприниматели, и они очень благоприятно настроены, и как бы всегда нас очень поддерживают, и всегда участвуют, когда приезжают в РГУ. Ну, наверное, по цифрам как бы это всё самое важное я сказал. От себя лично я хочу предложить ещё свои личные усилия, что всё, что я делал тогда и делаю сейчас, я хочу предложить своему духовному учителю, при храме своему махараджу, я попросил у него посвящения, он дал мне благословение на то, чтобы я занимался развитием пищи жизни, я буду делать это и дальше. И я бы хотел сегодня от именивать нашей команды, также предложить все наши усилия, его милостейшие правопады, предложить их поклоны, поблагодарить вас и попросить вас помогать нам, участвовать, приходить и тоже поддерживать. Галиму! 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 Галим! то есть вы ее знаете все. Игорь Ващишин тоже с первых дней у нас, и он давно тоже готовил, он сделал для нас фирменный стиль, он разработал логотип, все фотографии качественные, супер качественные, которые мы используем для распространения, он тоже его авторство. Многих людей я сейчас еще не знаю, которые участвуют, ну то есть, мать же Галина, если я не ошибаюсь, мать же Христина, мать же Христина сейчас готовит. Руслан Чавус, сам вот вся как бы финансовая сторона это его, то есть он наш бухгалтер практически, с самых первых дней он наш бухгалтер, я дал ему просто карту для пожертвований, сказал все Руслан, ну у тебя есть качество для этого, он идеально исполняет всю эту роль, то есть все пожертвования, которые приходят, он постоянно их записывает, каждая копейка, которая нам пришла, весь отчет как бы есть в интернете, любой человек, любой человек просто буквально может зайти на нашу страницу и посмотреть, на что было потрачено каждая копейка, то есть мы ничего не взяли себе в карман, мы все потратили на просад, как бы на приготовление просада. И, ну то есть раньше он сам ездил лично, как бы он выбрал просто какой-то день, после работы он заезжал в супермаркет, покупал каждую субботу продукты, у меня даже Лариса ему помогала какое-то время, но сейчас у меня нет возможности. Вот, и сейчас он занимается вот оплатой, оплатами, то есть ему присылают список, он заходит на сайт Ашан или Метро, и оплачивает продукты, ну доставку мы заказываем, потому что у нас постоянно нет машин, как бы нам не хватает постоянно доставки, как бы у нас проблемы с машинами, но, слава Богу, появляются постоянно, вот все это время появляются какие-то преданные предприниматели, ну то есть люди какие-то, предприниматели или там друзья, друзья людей, которые говорят, вот я вам приеду, помогу там. Есть такая Юля Вальтова, которая предприниматель, бизнесмен тоже, у нее есть свой магазин модной одежды для, ну, неважно, магазин модной одежды, но она приезжает на хорошей машине, на боте наши баки вот эти, которые постоянно разливаются, там врачи из них там летит этот горох и все дела, вот, но она жертвует постоянно, она как, она полгода, она жертвовала свою кухню нам, то есть мы готовили у нее дома полгода, каждую субботу она терпела это все, мы вымывали, приходили и вымывали кухню, чтобы там все было чистое, ну то есть много историй. Управлять раздачей? Обычно, обычно Наталия Елисеева управляет раздачей, она как бы координатор волонтеров, и всех волонтеров мы направляем к ней, то есть она занимается тем, что координирует, вот у нас есть 60 человек, она в начале недели пишет, кто это в эту субботу готов служить, и вот из этих 60 человек набирается каких-то 5-6 человек на кухню, 5-6 человек на раздачу, вот, и они приходят и делают свое дело. Володя Проховна помогает, еще очень много, вот он сидит. Володя Проховна, Володя Проховна, ну многих преданных я сейчас, Игорь, Рома Похолкев, ну вы может быть не знаете, ну то есть это все начинающие, понимаете, мы все, мы все очень зеленые начинающие, как бы ничего не умеющие такие, вы не знаете, как нас зовут, но мы просто сделаем, потому что мы хотим послужить Павупаде, и потому что мы верим в философию сознания Кришны. Спасибо вам большое, мы ждем ваших благословений и поддержек. Риво! 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 Любопыт Фулаевки, пожать! Евгент Рабуки, пожать! 1. Продолжение следует...